Как делать корреляционный анализ факторов ранжирования для вашей ниши? В первую очередь, это, конечно, документация от Google. Сюда я отношу и мануалы Google, и Google Webmasters, и мануал для асессоров Google, и также публичное выступление представителей Google. Но проблема в том, что Google, как правило, предпочитает расплывчатые формулировки из серии «старайтесь развивать качество вашего сайта» и редко дает какие-то точные ответы на то, какие фичи, какие факторы ранжирования работают. Следующее идет какие-то публичные знания из формов группы блогов, так называемое экспертное мнение. Но проблема тут в том, что зачастую в SEO довольно много мифов и мисконцепций. И плюс часто бывает, если что-то работает у одного или в одной тематике, то не работает у другой. Поэтому в любом случае лучше все перепроверять. Ну и далее идет уже самостоятельная работа. В первую очередь это анализ топа выдачи. Я сам очень люблю анализ топа выдачи. Но проблема тут в том, что анализируя топ, 1, 2, 3, 4 сайта, это, как правило, маленькая выборка. Плюс зачастую сложно оценить, какие конкретно фишки сработали и дали плюс, потому что зачастую какие-то вещи могут отработать в ноль или даже дать минус, а сайт в топе по другим параметрам. Ну и последнее это корреляционные анализы и эксперименты. Корреляционные анализы, главный их плюс в том, что их можно довольно просто сделать, и там будет довольно большая выборка. В принципе, вы практически не ограничены. О минусах я расскажу на следующем слайде. Ну и эксперименты, сплит-тесты. Это, как правило, считается самый надежный источник знаний по точным факторам анонжирования в SEO. Но проблема в том, что...